Доброго времени суток! С вами GoodNatured, и прежде чем начать это видео, хочу предупредить, что часть тем, которые я буду задевать в этом и последующих видео, не были придуманы мной. Некоторые темы для обсуждения я позаимствовал с фармов на Reddit, других сайтов и в некоторых случаях с каналов. Также в видео могут присутствовать спойлеры. Sanctuary Hills — городок будущего, процветания и счастья. Городок, который, как и все остальные города Соединенных Штатов, погиб, когда на Землю пали бомбы. Мы застаем его впервые во время его расцвета. Вокруг зеленая трава, современные автомобили, тишина, сияющее солнце и счастливые жители, но сейчас от этого всего остались лишь ржавый металл, разграбленные дома и поврежденные радиации природа. Сперва казалось, что это было место светлых и добрых людей, но так ли это на самом деле? Современный, разрушенный, пусть и не до конца город, встречает нас памятником Минитмена, в честь которых, вероятно, и был построен городок и почти прогнивший вывеской за мостом с названием города и изображением холмов и солнца, которое уже никогда не порадует тех, кто заселился сюда до того, как упали бомбы. Пустошь не щадит никого и территории Содружества не исключение, потому не удивительно, что все дома разрушены. С беглого взгляда можно понять, что сам городок это фактически поселок, рассчитанный на 12 семей. Первый дом встречает нас с сущей пустотой. Все разграблено, развалено, разбито. Единственное, что нас здесь интересует и что может рассказать нам хоть что-то о самом городке, это терминал человека, который здесь жил. Судя по записям, жилец и владелец этого дома был поставщиком наркотиков. С кем-то работал годами, как к примеру с копом из Бостона, кому-то делал стандартные поставки расслабляющих веществ, как молодой парень из того же Бостона, но в то же время он был довольно аккуратным и внимательным, раз сумел сработаться с копом и чул подставы, когда люди слишком яростно просили дозу. Некоторых он также подсаживал на наркотики, хотя и проявлял добродетель, поставляя дефицитные медикаменты людям, не спрашивая, что и кому они лечат, ну а может просто зарабатывал на чужом горе. Но нам интересен не сам наркодилер, а та информация, которую он оставил после себя о Сэнкчуаре. В его клиентской базе числится целых пять жителей Сэнкчуаре, которые к нему обращались или были у него на примете. К примеру, один из резидентов убежища 111, Ди Пьетро, был близок к тому, чтобы попасть на удочку наркодилера, который хотел подсадить его на свой товар и тем самым заполучить нового клиента. Второй резидент, Рассел, тоже умерший в криокамере и вовсе был сомнительной личностью, который вряд ли принимал наркотики, а скорее всего перепродавал их втридорого, подозрение о чем высказывает сам наркоторговец, которому семья Рассела задолжала денег. Еще два клиента, Бейкер и Роза, заказывали для себя глюконафт и бафаут, соответственно. Ничего особенного для нашего предпринимателя, как и для нас, они не представляют. Но вот пятый и последний клиент среди жителей Сэнкчуаре самый интересный среди всех. Мужчина по имени Джоанни. Он заказывал у Дилера то, с чем он никогда раньше не сталкивался. Ему нужен был некий психо и пусть мы знаем, что это, наркоторговец, проживавший в 2077 году, об этом ничего не знал. Дилер сразу предположил, что это какой-то медикамент и решил узнать о нем через связи в армии. И в целом он был прав. Если бы он дождался ответа и не началась бы Великая война, то он бы узнал, что психо это медикамент, разработанный армией для повышения боевой эффективности солдат. Это говорит нам о двух вещах. Первое. В 2077 простые граждане о психо еще даже не знали, это была секретная военная разработка. Второе. Раз этот Джоанни знал о психо, то он наверняка был каким-то образом связан с армией, что подтверждается его домом. Но прежде чем мы перейдем к нему, давайте осмотрим остальную территорию городка. Все дома здесь разрушены, некоторые практически до основания. Есть здесь и остатки дома выжившего убежища 111, в котором нет ничего, кроме воспоминаний о прошлом и кроватке ребенка. Напротив, находится здание, в котором первое время будут проживать минитмены. Вернее, останки минитменов, которые будут пытаться помочь простым жителям уберечь себя от порожденных радиаций ужасов пустоши и людей, забывших о моральных принципах и понятии человечности. Дом поблизости внутри ничем не примечателен, но в его дворе мы можем найти две могилы. И так как нам всем известно, что хоронить тела у себя во дворе не было принято до войны, можно предположить, что здесь были захоронены жители этого дома. Вопросом остается лишь то, кто их похоронил, но эту историю мы, вероятно, никогда не узнаем. И, наконец, мы добираемся до дома самого интересного клиента-наркодилера, Джоани. Сперва кажется, что дом ничем не примечателен, но если присмотреться, он выделяется множеством разбросанных то тут, то там инструментов в перемешку с патронами. Можно предположить, что жилец дома что-то делал или даже к чему-то готовился, а раз он знал о военной разработке психа, то наверняка он готовился именно к войне. Что же он делал? Как он готовился? Если обойти его дом, то мы найдем подвал, спустившись в который, мы поймем, чем он занимался. Сюда проведено электричество, здесь оборудована часть стен, есть до сих пор работающее радио, остатки еды и воды, импровизированная кровать и минимальное количество снаряжения. Джоани явно знал о войне и с учетом того, что он не был в списках резидентов убежища 111, он со стопроцентной вероятностью пытался выжить здесь. Удалось ли ему выжить? Да. Но вопрос лишь, как долго? Его тело мы не находим, но если осмотреться, можно увидеть на стенах следы выстрелов, которые могут значить две вещи. Либо ему было так скучно, что он палил по стенам, либо кто-то его нашел, но не убил, раз самого трупа здесь нет. Возможно, он ушел в пустошь и умер там от радиации, а возможно, умер от старости. Это останется неразгаданным. Единственный вывод, который мы можем сделать, изучив Санкчуэри Хиллз, это то, что насколько бы славным, милым и красивым не казался бы этот городок до Великой Войны, еще в те времена он прогнил изнутри. Наркоманы-торчки. Наркодилер, пытающийся увеличить свою клиентскую базу. Бывший военный или связанный с военным делом человек, который знал о грядущем ужасе и не предупредивший никого. Это все и было предзнаменованием гибели этого городка. Гибели не от радиации или войны, а от собственных аморальности и эгоизма. Если вам нравится творчество на этом канале и вы хотите и можете поддержать его, то добро пожаловать на страничку канала YouSupport. Ссылка перед вами и в описании. Но если у вас нет такого желания или просто возможности, то лайка с лестным отзывом или адекватной критикой будет вполне достаточно, чтобы мотивировать продолжать это дело. А на этом все, с вами был GoodNatured, чаю вам печенюшек и услышимся в следующий раз.